МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как работаем, так и отдыхаем. Сотрудники прессово-рамного завода отметили Сабантуй. Производство на автогиганте переходит с темной стороны на светлую. На заводе двигателей проводятся работы по очистке металлических конструкций от скопившейся грязи. Глобальный порядок на предприятии начали наводить полтора года назад. И уже в скором времени эта работа завершится. Съемочная группа вестей КамАЗа смогла своими глазами оценить, какие изменения уже произошли. Специалистам предстояло очистить два цеха – термический и гальванический, от сажи и копоти, которые скопили здесь за 40 лет. Работы стартовали в январе прошлого года и велись только во время корпоративных отпусков. Другое время нельзя. Идет непрерывное производство. Общая площадь составляет более 50 тысяч квадратных метров. Вся работа заключается в том, что сначала нужно очистить межферменные пространства, то есть все металлоконструкции от отложений, ржавчины, потому что есть здесь и агрессивная среда, значит, у нас, где кислоты и щелочи. Поэтому все это удаляется песком под давлением. Затем все металлические конструкции продуваются, на них наносится грунтовка и белая краска. Последний этап – покрытие лаком. За три прошедших корпоративных отпуска проведен большой объем работ. Полностью покрашен 301-й цех, а это более 30 тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты трудятся в 318-м цехе. Мы должны украсить межферменное пространство цеха площадью 7200 квадратных метров. Часть работ уже были произведены в майские праздники. Это просто на 30, будем говорить. Остальная часть работ пройдет в корпоративные каникулы, когда мы остановимся в отпуск. Сотрудники завода двигателей уже могут оценить произошедшие изменения. Хорошо стало. Светло, чисто, уютно. Глаз радуется, настроение хорошее. Хочется работать светло, уютно. Работать стало легче, приятней, так как в цеху чище. Планируется, что все работы будут завершены в июле, во время корпоративного отпуска заводчан. После каникул сотрудники завода двигателей будут трудиться в полностью посвежевших цехах. Тагир Закиров, Эльмира Гайнудинова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Если о проблемах не говорить, это вовсе не означает, что их нет. На КАМАЗе давно отказались от стратегии «голова в песок». И разговоры о правонарушениях и безопасности проводят регулярно. Такие встречи, как правило, представительные. Вот и на очередную пришли силовики солидных уровней из ФСБ, Следственного комитета и МВД. На ней побывали и наши корреспонденты. Уже более 10 лет КАМАЗовцы имеют возможность напрямую задавать интересующие их вопросы силовикам. Идея проведения подобных встреч принадлежит Эльдару Шамилову, заместителю генерального директора автогиганта по безопасности. Он же модератор таких разговоров. Не оставайтесь равнодушными к тем отклонениям или тем более нарушениям, которые есть. У нас есть горячая линия, комплайнс линии 37, 18, 37. Обращений идёт немало. И со стороны заводчам за это тоже спасибо. Проблемы есть. Но, как отметил Эльдар Шамилов, благодаря слаженной работе руководителей всех звеньев управления, на автогиганте всё-таки сокращается количество правонарушений. Есть чем похвалиться и силовикам. Отмечу 100% раскрываемость убийств, умышленных причинений, тяжкого рода здоровья, разбоев, угонов, автомототранспорта. Также увеличилось раскрываемость грабежей и мошенничеств. А вот с так называемым дистанционным мошенничеством дела плохи. Рост за год наполовину. Причём о телефонных разводах жуликов статус или должности никак не страхуют. И у меня тоже был такой же звонок в отношении старшего сына, взрослого отдельно. Видимо, телефон попал в базу. Ваш сын называет прямо имя. Попал в ЧП, туда-сюда. Надо срочно перевести деньги на телефонные переговоры. Ну, я взял, просто перезвонил, всё на месте, живой, здоровый, даже ничего, всё нормально. Ильдар Шакиров, замруководителя следственного отдела по городу, доложил о ситуации с трудовыми правами, вернее, их нарушением. Управу на невыплату зарплат, на преступления в области охраны труда, из-за которых страдают или даже гибнут люди, следователи комитета находят. Более того, предлагают обращаться к ним и по другим вопросам. Мы не ограничиваемся лишь только нашими вопросами. То есть мы можем, в принципе, в пределах своей компетенции оказать необходимую юридическую помощь. Это не говорит о том, что мы можем участвовать как адвокаты в вашем деле. То есть разъясните, если у человека возникли какие-то вопросы, он может смело обратиться к нам. В завершении мероприятия силовики поблагодарили КАМАЗовцев и их руководителей за помощь в обеспечении порядка в городе. Ответили на вопросы интересующие собравшихся и не прощались, ведь скоро снова повстречаются. Алсу Валеева, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Пообедать на работе. Вопрос пустяковый. Есть часовой перерыв, есть столовая или буфет, делов там. Но так беспечны только те работники, кто трудится по стандартному графику в будни и по 8 часов. На производствах погорячее условия иные. Там режим двух, а то и трех смен. Это когда процесс работы непрерывный, а буфет до утра закрыт. Таких проблем больше нет на термогаливаническом производстве завода двигателей КАМАЗа. Теперь у людей, трудящихся в вечернюю и ночную смену, когда столовые уже не работают, появилась возможность полноценно поужинать и даже освоить компенсацию на питание. Кто и как решил, этот наболевший вопрос расскажет Тагир Закиров. Казалось бы, мелочь – открытие торгового аппарата. Однако запуск вендинга был обставлен торжественно. Речи, аплодисменты, красная лента. Все потому, что событие знаковое. Во-первых, для оператора питания компании Садексо – это первый подобный опыт. Завод двигателей стал первым объектом, где компания установила такую машину. Человек может самостоятельно при помощи карты на питание приобрести себе обед ночью. Разогреть его и покушать. Ну а во-вторых, КАМАЗ решил еще одну застарелую проблему. Работники второй и третьей смены редко, когда могли воспользоваться законной компенсацией на питание. Скидка от 60 до 90 рублей предоставляется только в столовых и буфетах. А они с вечера не работают. Теперь такая дискриминация устранена. Брала манты, мне они очень понравились. Очень вкусные. И даже и внучке носила, ей тоже понравилось. В одну машину можно загрузить до 100 комплектов вторых блюд, салатов и хлеба. Все эти блюда для автомата готовятся в столовой завода двигателей и перед загрузкой охлаждаются до 3-4 градусов Цельсия. Аппарат запрограммировал, что если срок хранения прошел, то аппарат выдавать не будет. Поэтому просьба не колотить по нему, он заботится о вашем здоровье. В столовую без кассира, как прозвали этот автомат в термогальваническом производстве, сразу же после открытия выстроилась очередь. Людям не терпелось испытать новинку. Это, кстати, не только удобно, но и выгодно. Цены в аппарате такие же, как и в столовых, несмотря на дополнительные затраты на упаковку и доставку блюд. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Народные традиции, современная мощь. Автоград ярко встретился бантуй. Широкие гуляния развернулись на Майдане. Одной из самых популярных площадок праздника стала станция «Автогиганта». Гостей праздника плуга ждала выставка КамАЗов. От самого первого до самых современных. Юных челнинцев камазовцы завлекали интерактивными мастер-классами. Здесь буквально каждый мог собрать грузовик своими руками. Из чего и как, об этом с места событий Виктория Евсеева. Гостей праздника на Майдане встречала выставка КамАЗов. Здесь представили и первый выпущенный грузовик бортовой КамАЗ-5320 и новейшую модель – магистральный седальный тягач КамАЗ-54901 поколение К5. Рядом с выставкой действовала профориентационная площадка для самых маленьких. Ребята на ощупь могли познакомиться с производством КамАЗа. Тренажер ловкости, где могут дети любого возраста попробовать закрутить гайки. Именно с этого начинается производство и без этого не обходится ни один автомобиль. Кроме гаечного аттракциона, челнинцев ждали и другие сюрпризы. Например, возможность собрать железную мини-копию КамАЗа. Заготовки для сборки машины, к слову, были сделаны из тех же материалов, что и для настоящих автомобилей. Заводчане специально заботливо выплавили и вырезали их для юных челнинцев. Сначала мы согнули одну деталь, с помощью которой КамАЗ вез всякие грузы. И вторую деталь, в которой сидел водитель. После сборки начинающих КамАЗовцев облачали в спецодежду и защитные приборы. Наступал самый креативный этап – окраска кабины. Каждый преображал автомобиль на свой вкус, чтобы потом забрать его как памятный сувенир. Приятнее вдвойне, что выполнен он своими руками. Я делала КамАЗ и мне понравилось. Кроме того, все желающие могли сделать фото на память с фирменными хэштегами автогиганта, запечатлев праздник Сабантуя вместе с КамАЗом. Виктория Евсеева, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. Заводы и подразделения КамАЗа тоже принялись отмечать Сабантуй. В числе первых праздник плуга отметили сотрудники прессово-рамного завода. По традиции они выехали на природу. На базу отдыха лесная сказка, расположенная среди хвойных деревьев недалеко от Камы. Само место уже способствовало расслаблению и хорошему настроению. Как прошли народные гуляния, расскажут наши корреспонденты. Сабантуй давно уже не просто национальный праздник. Он стал любимым для всех без исключения. У сотрудников ПРЗ есть своя традиция. Каждый год они отмечают праздник плуга вместе, на природе. С мужьями, женами, детьми, бабушками и дедушками. Завод наш умеет работать, я уже говорил, на сцене, умеет и отдыхать. Мы сегодня стабильно работаем, при этом проводим глубокую модернизацию производства, обновляем модельный ряд. Но на Сабантуй заводчане показывали свое мастерство не за станками. Привычные халаты сменили на фартуки. Попробовать свои силы можно было и на другом поприще. Только в Сабантуй можно сразиться в национальной борьбе куряж и выиграть живой приз – барана. Пробежать с коромыслом и ведрами, полными воды, не пролив ни капли, пройти дистанцию с ложкой во рту, главное – донести яйцо в целости и сохранности. Впечатления очень отличные. Погода тоже хорошая, как бы. Очень прекрасно. Погода выдалась хорошая, настроение у всех хорошее, праздничное, радостное. Положительные эмоции получены, коллектив завода еще больше сплотился. Значит, готов к новым победам уже на рабочем месте. Алсу Валеева, Эльмира Гайнудинов, Радик Ганеев, Вести КамАЗа. Выходные с кисточкой и красками. Сотрудники КамАЗа благоустроили территорию Челнинского дома-малютки, покрасили для малышей веранду. И это только одно из многих учреждений, которому за последние несколько месяцев помогли заводчаням. Успеть за год совершить 50 добрых дел. Такую цель поставили перед собой молодые специалисты автогиганта. В ходе этой акции они оказывают помощь не только социальным учреждениям, но и обычным челнинцам, а также четвероногим друзьям. Сколько добрых дел уже выполнено? Об этом узнала съемочная группа Вестей КамАЗа. Раннее утро субботы, а молодые специалисты КамАЗа, вооружившись кисточками и валиками, красят веранду на территории дома-малютки. Мы приехали с помощью, с добрым делом покрасить фасады. То есть у нас просили четыре веранды фасады закрасить. Вот как вы можете видеть позади меня. Ребята уже этим занимаются. Мы работаем таким образом, что до обеда у нас одни заводы, после обеда уже следующие подъезжают ребята. Это доброе дело оказалось юбилейным, 30-м. Акция стартовала осенью прошлого года. Молодые специалисты уже помогали дому ребенка, занимались благоустройством территории в приюте для бездомных животных и многим другим. Организаторы отмечают, что заводчане живо откликаются на призыв принять участие в совершении добрых дел. Когда выдается свободное время, они не раздумывая посвящают его благотворительности. Всегда настраиваешься уж, чего-то отказываешься. Вот, например, на дачу сегодня не поехал, чтобы сюда приехать, помочь. Приятно, на самом деле, благодарных, так сказать, людей встречать, которым ты помог, и они тебе благодарны. И таких благодарных челнинцев уже сотни. А впереди у сотрудников КАМАЗа еще 20 добрых дел. Финиш акции запланирован на конец года. Аккурат в преддверии 50-летнего юбилея начала строительства предприятия. В автограде состоялся 10-й городской интеллектуальный чемпионат. Участие в нем приняли представители работающей молодежи, студенческой лиги, лиги автогиганта и особая команда почетных гостей. В этом году среди последних оказались первый заместитель генерального директора КАМАЗа Юрий Герасимов и лидер профсоюза Александр Васильев. И не случайно. Ведь тема чемпионата – юбилей автогиганта. Чтобы выявить самых умных и самых эрудированных в автограде, 25 сборных второй год собираются на базе заводской команды КАМАЗ «Мастер» в НТЦ. Если игра прошлого года была посвящена именно юбилею «Синей армады», в этом году главным героем вечера стал сам автогигант. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще и приносили знания о КАМАЗе, популяризации самого КАМАЗа. Потому что нам это необходимо, нам нужно дальше развиваться. Свои знания команды могли показать по четырем темам – город, завод, люди и юбилеи. Первые три темы так или иначе связаны с историей предприятия КАМАЗ. Последняя же затрагивает события или личности, которые в этом году также отметили 50-летие. Кроме того, каждая из команд имела возможность сыграть за одним столом с почетными гостями. Мы всегда ориентированы на победу, но при этом смотрим, что конкуренция достаточно серьезная, сильные ребята, возможно, с большим опытом участия в подобных играх. Но при этом мы всегда стремимся. Удача в результате ума и большинства набранных баллов в этом году улыбнулась сборной команде «Монооксид Дегидрогена» предприятия «Челны Водоканал». И помимо годового звания самых умных и подарков победители получили и символ чемпионата – переходящую сову. Виктория Евсеева, Любовь Захарова, Радик Ганеев, Вести КАМАЗа. И перед тем, как попрощаться, еще раз хотим напомнить про наш эксперимент с заводчанками. Он еще не завершился. Голосование продолжается. Каждая из трех новых соведущих провела по выпуску программы «Вести КАМАЗа». Теперь осталось ответить на один простой вопрос. Кто, по мнению зрителей, справился с заданием лучше всего? Пересмотреть выпуски и оставить свой комментарий вы можете на нашем информационном портале «Вести КАМАЗа.ру» или на официальном канале «ПАО КАМАЗ» на YouTube. От вас зависит решение, кто останется работать в нашем телепроекте. Голосуйте. А этот выпуск «Вести КАМАЗа» для вас провели Павел Михно и Людмила Трестин. Всего доброго. До свидания.